ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Составил более 11 миллиардов рублей. Комбинат способен добывать до 700 тысяч тонн руды в год с объемом производства золота до 3 тонн в год. Ввод в строй нового ГОКа принесет казне налогов в размере порядка полумиллиарда рублей, а также обеспечит работой 450 человек. Уважаемый Владимир Владимирович, на полюсе Холода, в сложных климатических условиях, в рекордно короткие сроки был построен горнообогатительный комбинат Тарынский ГОК. Суммарные инвестиции составили более 11 миллиардов рублей. Коллектив нашего предприятия успешно справился с этой задачей. Это уже шестой горнообогатительный комбинат, построенный на востоке нашей страны с нуля начиная. Суммарные налоговые выплаты будут составлять более 500 миллионов рублей в год. Владимир Владимирович, разрешите поблагодарить вас за постоянное внимание к проблемам севера. И, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, разрешите от имени коллектива пригласить вас посетить полюс Холода, так как мы еще знаем, что у нас не были. Спасибо большое. Территории опережающего развития Южной Якутии еще нет и года. Однако на сегодняшний день пять компаний стали ее резидентами. В следующем году планируется открыть еще один обогатительный комбинат, что позволит увеличить поставки угля в Японию. О перспективах ТОР в рамках Восточного экономического форума рассказали глава Якутии Егор Борисов и генеральный директор угледобывающей компании «Колмар» Сергей Цивилев. Компания «Колмар», о которой мы сегодня ведем речь, эта компания пришла в Якутию относительно недавно. Но при этом, ведя очень такую активную, наступательную политику, она уже набирает обороты и сегодня уже становится одним из основополагающих отрасльнообразующих предприятий в Южной Якутии, благодаря которому мы сегодня уже имеем территорию опережающего развития. Сегодня мы должны понимать, когда к нам идет инвестор, когда начинают разворачивать производство, они должны думать о людях, которые живут на этой территории. Вот эту задачу «Колмар» решает. Нам это дало возможность динамично развиваться, и мы сделали просто серьезный рывок в своем развитии. А для Южной Якутии вот эти все компании, которые работают сейчас вместе с нами, они создадут основу и для развития других предприятий на территории Тора Южной Якутии. А напоминаю вам, что Южная Якутия – это 414 тысяч квадратных километров, а Япония – 372 тысячи квадратных километров. В рамках форума глава Якутии Егор Борисов подписал с агентством стратегических инициатив соглашение, которое позволит обмениваться опытом успешных проектов и внедрять в республики положительные примеры бизнеса. Как подчеркнул глава региона, это соглашение важно с точки зрения получения информации. Мы уже второй год подряд проводим конкурс на лучшие социально-экономические практики регионов. Это те модели, те эффективные уже проекты, которые доказали действительно свой результат в том или ином регионе по различным направлениям. Изначально это был просто как конкурс, мы отмечали лучшие регионы, но потом поняли, что ряд решений действительно могут быть типовые, стандартные и могут быть масштабированы в других регионах. У нас сегодня собрано более 30 практик в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, система переработки ТБО, эффективные энергосберегающие проекты, лучшие социальные проекты в части образовательных программ, в том числе инклюзивных программ, среда для людей с ограниченными возможностями по здоровью, доступная среда. То есть это те проекты, которые делают на самом деле жизнь людей в регионе лучше, повышают качество услуг, проекты, связанные со снижением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, именно за счет более эффективных механизмов и инструментов их реализации. Проекты доказали уже свою действительность, поэтому сегодня с большим интересом губернаторы делятся такими проектами друг с другом. Цеха Яхутя отобрала такие проекты для себя. И самое интересное, что это важно с точки зрения, знаете, не изобретайте каждый раз там новый велосипед, а ты берешь уже готовые интересные кейсы для внедрения в регионе. В работу третьего экономического форума впервые включили молодежную площадку. Делегаты несколько дней разрабатывали и защищали свои проекты по быстрому развитию дальневосточного федерального округа. Из Якутии принимают участие и молодые эксперты, и представители управленческих кадров, предпринимателей, молодежного правительства. Идея молодежи Якутии о создании технологических торов привлекла внимание губернаторов и полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Молодежная площадка Восточно-экономического форума проводится впервые, и это сигнал для молодежи о том, что правительству и Российской Федерации, и людям, которые работают непосредственно по развитию Дальнего Востока, очень важно мнение молодежи, потому что все механизмы, которые сейчас созданы для развития Дальнего Востока, они новые, современные, никому непонятные, и молодежь на данный момент достаточно пассивна в этом процессе. И для активизации молодежи и внедрения ее в эту систему было принято решение на очень высоком уровне о проведении молодежной площадки. Мы работали с 1 сентября по группе лидеров с республики Сахай-Якутия, а также и принимал участие Гасанга Сэнбалаев, представитель агентства по развитию человеческого капитала в Якутии. Наша задача заключалась в том, чтобы рассказать о видении молодежи, о процессах, которые сейчас проходят на Дальнем Востоке. Технологические торы, или в рабочем названии мы их называли виртуальные торы, направлены больше всего на развитие высоких технологий IT, робототехники, биотехнологии. Это те отрасли, в которых молодежь больше всего сейчас занята. Это молодые специалисты, бывшие студенты, сотрудники научных исследовательских центров, которые достаточно далеки от бизнеса, далеки от предпринимательства, далеки от территории обережающего развития. И мы хотели внедрить эту систему в те механизмы, которые используются сейчас, потому что они, правда, очень действенны, правда, очень эффективны и очень полезны. И мы пытались создать те условия для того, чтобы именно эта отрасль развивалась, потому что за ней будущее, а будущее – это молодежь. Представители со всех девяти регионов Дальнего Востока оказались очень разные и по уровню, и по интересам, и по настроениям в целом. И мы отметили для себя то, что Якутия впереди планеты всей. Очень многие механизмы уже работают у нас, очень многие институты созданы у нас. Мы работаем уже в той среде, которая создана правительством республики. Нас поддерживают, и это чувствуется по сравнению с другими регионами. Мы говорим, а нас поддерживают, а у нас уже создано это, а у нас это уже работает. И другие регионы очень удивляются и говорят, что нужно ехать в Якутию и перенимать опыт. Город Якутск в год своего юбилея очень широко представлен здесь на Восточном экономическом форуме, вот даже на экспозиции нашей республики, но большинство предприятий, которые здесь экспонируют свою продукцию, и ювелирную, и сувенирную, и продовольственную, и финансовые услуги, например, так, это все структуры, работающие в городе Якутске. Я считаю, что это показатель развития нашего города Якутска. В рамках Восточно-экономического форума будут подписаны два соглашения у нас. Во-первых, будет подписано соглашение о строительстве второго этапа круглогодичного тепличного комплекса. Оно практически уже сегодня началось, это строительство, но вот этим соглашением наше предприятие Горснаб и Хоккайдо Корпорешн окончательно закрепят параметры этой большой, достаточно сделки, которая позволит нам уже в следующем году получить реализацию второго и последующего уже третьего этапа строительства этого комплекса площадью свыше трех гектаров, которые обеспечат порядка 30-40% потребности всего нашего города в свежих овощах. Конечно же, для нас очень также важно, что японские наши партнеры, они не просто инвестируют в круглогодичный тепличный комплекс, они также работают с нами по ряду таких социальных проектов, и в рамках Восточно-экономического форума будет подписан договор о безвозмездной передаче корпорации Хоккайдо в городу Якутску специального мусоросжигательного оборудования для термической переработки биологических отходов. Это такое оборудование очень нужно нашим больницам города. К сожалению, сегодня по многим параметрам мы не отвечаем как раз утилизации биологических отходов. После появления такой установки, конечно же, проблема в городе будет полностью решена. И еще раз хочу подчеркнуть, что это именно проект социальный Хоккайдо Корпорейши передает эту установку городу Якутску бесплатно. Мы также в рамках всего Восточно-экономического форума также будет ряд таких серьезных, важных дискуссионных площадок, на которых я буду выступать на трех площадках, связанных с человеческим капиталом, связанных с комфортной городской средой, связанных с инновациями в городах. Я думаю, что это все нам позволит в конечном итоге более быстрыми темпами развивать наш город Якутск. Главное мое присутствие здесь заключалось в том, чтобы, во-первых, доказать иностранным компаниям, которые занимаются ювелирными изделиями, изготовлением, мазогранильным производством и так далее, доказать им о том, что в Якутии есть специалисты, есть своя технологическая школа. Вот как раз сегодня об этом я выступала на сессии, которую проводила компания «Алроса», «Алмазовый Владивосток». И мне было очень приятно об этом, во-первых, проинформировать, во-вторых, конечно же, говорить о том, что практически в нашем университете, в единственном Российской Федерации университет, где осуществляется более 40 образовательных программ, и практически мы готовим кадры по всему сегменту «Алмазооборота», то есть от разведки, добычи, заканчивая ритейл ювелирных изделий. И вот это, я думаю, многих удивило, например. Потом я рассказывала о той кафедре, которая готовит ювелиров, готовит оценщиков, но о тех людей, которые занимаются обработкой природных алмазов. Ну и потом следующая моя функция, это как раз по поводу наших фондов селевого капитала. Я там тоже выступила, одним из первых спиктеров. Но здесь как раз речь идет о новом сотрудничестве совместно с бизнесом. И, конечно же, в первую очередь с российскими, и во второй очередь с иностранными компаниями. Здесь тоже у нас есть что сказать.